Историческая победа! Стежок доволи в Нерчинской колонии. Женщины занимаются швейным делом, чтобы скоротать время до выхода на свободу. Главная новость дня. Историческая победа сборной России в поединке с Испанией. Лужники громыхали ревом болельщиков. Чита не отставала. Мало кто спал в это ночное время. Трансляцию смотрели везде. Дома, в баре или клубе. Все телевизоры, проекторы и экраны гаджетов показывали этот матч. Пенальти и победа России со счетом 4-3. Взрыв эмоций из Москвы эхом прокатился по всей России и Чита не стало исключением. Невольно вспоминается 14 мая 2008-й. То массовое ликование, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. И беспокоясь об утре понедельника, забайкайцы бродили по ночному городу и вперед Россия громыхала повсюду. Сигналищие машины, разноцветный дым фаеров и объятия незнакомых людей. Многорукий Акинфеев и любители шаурмы в кокошниках расходятся по сети мемами. Вчерашнее «ну а вдруг» превращается в должны. Ждем 7 июля. Страсти вокруг подачи газа в Забайкальском крае не утихают. Правительство региона накануне громко объявило о том, что топливо стало наконец доступно Читинцам. А вот как обстоят дела с районами? Тревожные вести приходят из Агинского. На фотографиях видно, что в очереди за газом сотни человек. Депутат законодательного собрания края Церендаржи Дамдинов сравнил Забайкалье с Советским Союзом. В то время, как наш газ уходит огромным количеством в другие страны, россияне вынуждены покупать его по завышенным ценам, а некоторые и вовсе остаются без топлива. На недавнем заседании городской думы депутат Виктор Шереметьев рассказал о беспределе со свалками во дворах Читы. К народному избраннику обратилась заведующая детским садом номер 23. Помойка на улице Бикетова давно стала привычным пейзажем для мам и малышей. В 2013 году после пожара в бараке здесь появилась куча строительного мусора. Она росла и постепенно почти вплотную подобралась к садику. А кто же будет убирать вот эту свалку-то, мусор-то? Это же тут детский садик, антисанитария. Заведующая меня просила, Виктор Николаевич, вы как депутат, помогите убрать эту свалку. Я вот уже месяц ее убираю, прошу, по инстанциям хожу, никто не хочет убирать. Скурыдин, исполняющий обязанности комитета городского хозяйства, говорит, ну как появятся бюджетные деньги. Когда они появятся? Это просто все отписки, одни отписки идут и все. Многочисленные документы из разных инстанций, пришедшие на запросы депутата, ничто иное, как круговая порука органов местной власти. Судите сами. В официальном ответе Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10 мая говорится, для решения вопроса по ликвидации свалки необходимо обратиться к собственнику земельного участка, администрации Читы. Однако в ответе администрации города от 17 мая сказано, обязанность по сбору мусора законодательно закреплена за Министерством природных ресурсов края. 18 июня прокуратура Ингодинского района направила административное исковое заявление о принуждении администрации Ингодинского административного района совместно с городским округом принять меры по ликвидации свалки. Я на доме тут выступил, сказал, что на самом деле чиновники друг на друга переваливают эту проблему, а мусор так и лежит. Тут полнейшая антисанитария. Ну и люди, конечно, задыхаются от этого мусора. И детский садик. Тут недалеко и до болезней каких-нибудь. Родители детей, которые ходят в детский сад номер 23, тоже не в восторге от зловонного пейзажа. Ходим мы сюда с 2016 года уже. На протяжении всего времени помойка здесь как существовала, так и существует. Мы ходим с 51 маршрута. Постоянно собаки здесь. Собаки очень страшно. То есть мы обходим сторонами это все. Запах, конечно, зловоние. Солидарны с мамами и жители соседних домов. Дети выросли у меня на помойке, у меня внуки растут на помойке. Постоянно ребенок болеет. Детский сад рядом, куда бы ни обращались. В дом управления обращались, вы понимаете, нас не слышат. В городскую инспекцию, в администрацию нас просто не слышат. Ладно, я говорю, я не за себя прошу, я просто за детей. Вы бы спотали наших детей, которые копаются в дерьме. Жильцы пытались ликвидировать свалку сами, не дожидаясь внимания властей. Мы даже сами, вот соседи скажут, вот старики видят у нас вокруг. Мы сами резиновые сапоги одевали, перчатки убирали. Все помои убирали. Я лично начала с гидомовским мальчиком строить строительную площадку. Как бы строительную площадку. Вы понимаете? Загородила я женщина, загородила. Вот свидетели, все соседи, все я женщина. Он мне помог, доски привез, все. Думаю, просто баллоны, деревья насажу, хоть помойка будет подальше от наших детей. А бесполезно. Гараж на машинах подвозят. Они ночью могут подвезти. Они среди белого дня, мне кажется, даже из города, даже из города они везут мусор. Стоит отметить, что редакция нашего телеканала не единожды обращалась в администрацию города за комментариями о свалках в Чите. В интервью нам было отказано. Дарья Юринская, Наталья Протаковская, Владимир Николаев, ЗАПТ-ТВ. Выиграть 100 тысяч рублей – такая уникальная возможность выпала читинцам, которые воспользовались услугами одного из крупнейших агентств недвижимости в Забайкальском крае. Желающих испытать удачу было много. В очереди на регистрацию сотни человек. И это лишь те, кто купил или продал квартиру, дом, земельный участок в течение первого полугодия 2018 года. В прошлом подобный розыгрыш принес победу Виктории. Вспоминает, уже собралась уходить, как вдруг прозвучал ее номер. Мы приобрели квартиру, пришли на розыгрыш, вытянули билетик, и он оказался счастливым. Я, если честно, не ожидала даже, что я выиграю. Теперь Виктория ждет отпуска, чтобы отправиться в долгожданное путешествие. А вот для лидеров этого года возможностей потратить свой приз гораздо больше. Они могут не только совершить воеж. Данная акция у нас уже проводится пятый раз по счету. Ранее сертификатом можно было воспользоваться только на туристические услуги. И сейчас ими можно более шире, можно воспользоваться на различные покупки, крупные покупки. Кроме сертификата, участников ждали еще 10 призов с различной бытовой техникой. Определить счастливчиков пригласили самых маленьких. Услышать свой номер – еще полдела. Нужно самостоятельно определить свой приз, выбрав один из красных воздушных шаров. Жилищный вопрос решен с активом. И 100 тысяч я потрачу с позитивом. Аплодисменты. Любовь Планировна. Сертификат на 100 тысяч рублей. Для меня шок, еще я как-то еще не поняла. Мое счастливое число 4. Я четвертый шарик взяла с краю. Большое спасибо всем, кто сделал этот праздник. Особенно Баир Баировичу. Что это действительно праздник получился. Что вы выиграли? Я выиграла клипопечь. А вы? Волновую печь. А вы что выиграли? Мультиварку. Настроение поднято было. Даже до этого. Такая обстановка, как праздничная. Конечно, ну очень довольна, что мы смогли здесь попользоваться фуршетом. Что нам самое главное. Мы набрали силы и ждали своего часа, который настал. Я очень долго как бы шла к этой цели. Мы продавали квартиру и искали. Было две сделки. Я очень рада. Спасибо большое. Актив недвижимость. Агентство Актив недвижимость на рынке с 2011 года. Помимо традиционных способов работы, компания развивает интернет-направление. Так, с июня прошлого года они внедрили и уже оказывают услуги по электронной регистрации правособственности и сделок с недвижимостью. Такие масштабные розыгрыши Актив недвижимость проводит каждые полгода. А это значит, что у всех будущих клиентов есть возможность не только выгодно решить жилищный вопрос, но и провести отпуск на все сто. Мария Тачкина, Владимир Николаев, ЗАП-ТВ. Продолжение следует... Даже простое, казалось бы, взятие анализов у Ксюши сопряжено со множеством проблем. В первую очередь с высокой кровоточивостью. Уже сейчас для того, чтобы удержать нормальный уровень лейкоцитов, она всю жизнь должна принимать препарат Гидрея. На фоне терапии удалось достаточно добиться стабильного уровня лейкоцитов, но сохраняется длительный тромбоцитоз у нее. И в последнее время у нее отмечается ухудшение, по поводу чего она была госпитализирована планово к нам в отделении. Лечащий врач отметила, что состояние девочки удовлетворительное. Однако, когда она уезжает домой, у нее часто возникают острые респираторные заболевания. Иммунная система не справляется. И как следствие присутствует высокий риск инфекционных осложнений. Развивается очень высокий тромбоцитоз. То есть в любое время может развиться какой-то тромбоз, который может, думаю, как бы фатальным стать. То есть риск очень высок. Ксюша находится в диспансере вторую неделю. По словам девочки, она чувствует себя нормально. Сейчас ее ничего не беспокоит. Конечно же, лечение не проходит незаметно. Два года назад Ксюше пришлось подстричь свои роскошные длинные локоны. Сейчас она очень переживает по поводу того, что волосы перестали расти. Кем планируешь стать? Думала об этом, нет? По лихмахерам. Какой-то опыт есть уже в этом? Челку подстригала. Себе или еще кому-нибудь? Себе и маме. В условиях стационара Ксюше было проведено дополнительное обследование. Ей сделали забор костного мозга с целью проведения цитогенетического исследования. В рамках УМС такие обследования проводятся. То есть эти услуги только платные. Данное исследование проводится в Центре детской гематологии имени Рогачева в Москве. Оно позволит точно установить диагноз и подобрать наиболее подходящие препараты для дальнейшего лечения, что спасет девочке жизнь. Чтобы помочь, вы можете отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом «Платеж могу». В сообщении укажите сумму, которую готовы пожертвовать. Наталья Протоковская, Владимир Николаев. Специально для проекта «Я помогу». Быть всегда на высоте – это точно про Максима Рахубу. Именно поэтому десантные войска и долгожданные прыжки с парашютом. Даже рост у него был богатырский. Только вернулся из армии с новыми силами и целями. 23 года жизнь только начиналась. В тот злополучный вечер 21 января он не хотел идти на день рождения друга, но товарищ все-таки настоял. Поздно ночью Максим позвонил своей маме и сказал, что заночует у приятеля. Домой он больше не вернулся. «Я в своем номере, в своем телефоне поискала, нашла номер этого Кости. Я перезвонила на этот номер, оперуполномоченный ответил. Он говорит, а вы кто? Ну, я сказала, что я мама Рахуба Максима. На что мне оперуполномоченный сказал? Вашего Максима больше нет». Тогда в январе эта новость поразила Читинцева, особенно предъявленные предварительные обвинения подозреваемому. Статья 108 Уголовного кодекса России – убийство, совершенное при превышении пределов самообороны. Как говорилось в материалах дела, за распитием спиртных напитков произошла потасовка, в ходе которой Максим I ударил друга, на что тот решил защитить себя, нанеся противнику сразу пять ножевых ранений. «Первоначально по данному делу было предъявлено обвинение по статье 108. После того, как я была на приеме у заместителя председателя Следственного комитета, уголовное дело было переквалифицировано статью 105 убийства. За день до окончания следственных действий уголовное дело переквалифицировано статью 108». По словам Анжелы Смагиной, следственные органы учитывали то, что обвиняемый после случившегося сам вызвал скорую и полицию и признался в содеянном. В таком случае, задается вопросом мать убитого, любой может совершить преступление, признаться и надеяться на снисхождение суда? «При пяти ножевых ранениях, из которых три проникающие, при этом у обвиняемого была всего лишь ссадина на губе, которая не была выявлена в течение пяти часов после совершения преступления. Были вызваны патрульные, первый, кто услышал вызов, скажем так, были вызваны патрульные, ни один, ни другой, ни ссадин, ни стенников ничего не заметил на обвиняемом. Потом в ходе следствия мы увидели заключение судебной медицинской экспертизы. Но причем было написано, что ссадина на губе была и кровоподтек с левой стороны щеки, что не угрожает жизни человека». Обвиняемый, по словам Анжелы Смагиной, провел больше двух месяцев под домашним арестом. За это время он ни разу не вышел на связь с матерью убитого. Суд над подозреваемым назначен на август. В семье Максима, где еще недавно ждали возвращения любимого сына из армии, теперь ждут только справедливого приговора. «Я даже больше знаю, чем могу сказать. Просто не хочу, скажем так, вносить какую-то, знаете, грязь, что ли. Я считаю, что все должно быть по закону. Я все-таки надеюсь на справедливость. Я только на это надеюсь и не хочу собирать, понимаете, не хочу идти той же дорогой, которой прошли они. Теперь я просто надеюсь на суд, который будет в этом разбираться. Соседание будет не одно, поэтому очень надеемся, что будет все по справедливости». Гулял Хасова, Сергей Бумагин, ЗАПТ-ТВ. Стежок за стежком, складка за складкой. У осужденной Евгении работа в руках спорится. Получается все красиво и ровно. Правда, в жизни все вышло иначе, а перекроить уже не удастся. Потому и оказалась в колонии. Однако рук не опустила. Здесь показала себя как способную ученицу. Евгений отмечает, за шитьем и время летит быстрее. Каждая ниточка приближает долгожданный день выхода на свободу. «Сегодня у нас был заключительный экзамен по дипломной работе. Я выполнила дипломную работу, сшила поварской костюм. Как бы сдала она отлично. Вообще очень рада сейчас, у меня столько эмоций, столько эмоций. Вот. И, ну, в общем, я получу диплом от того, что я училась на Портнова. У меня даже присутствует грамота о том, что я лучший Портной, как говорится, по У-313 на год 2017-2018. Да. Ну, буду следующим, кто будет учиться помогать». «Наши девушки здесь обучаются двум профессиям – штукатур и профессии. СПО у нас – это группа Портных. Сегодня у нас государственная итоговая аттестация в группе Портных. Девушки справляются со своим заданием, которое получили достаточно легко». Пример Евгения Дегтярева – явление нечастое. Даже одну группу из 22 человек в женской колонии сформировать непросто. Почти все заключенные успели на воле закончить всего 9 классов школы. «Для того, чтобы скомплектовать группу Портные, группа – это среднепрофессиональное образование, у нас приходится добро комплектовать. И комплектуем мы только на базе 11 классов. А 11 классов здесь редкость». Есть здесь и не только швейные мастерские, но и свое подсобное хозяйство. Колония украшена заботливыми руками женщин красивой и с большой фантазией. Скульптуры, сказочные замки. Даже чемпионату мира по футболу здесь посвящена целая выставка. Ее главный экспонат, уже ставший известным в социальных сетях, – мяч из макарон. Вообще в женской колонии интересная работа есть у каждой осужденной. Я смотрю за порядком. Ходят осужденные, которые молятся. У нас очень хорошая библиотека. Берут книги, читают. Это вам помогает отбывать? Да. Я очень спокойна. Я прямо даже спасибо начальнику отряда нашему Ирине Сергеевне, что она меня поставила сюда. Ну, женщина все-таки по своей, скажем так, психологической составляющей, да, в какой-то мере более ранимая, более тонко воспринимающая натура. Независимо от того, что даже эта женщина, совершившая преступление, она остается женщиной. Если платья в повседневной жизни заключенным запрещены, то возможность примерить подвенечный наряд все-таки есть. Тут, как и на воле, никто не запретит полюбить и сыграть свадьбу. Свадьбы проходят обычно в помещениях комнат длительных свиданий. То есть у нас приезжает сотрудник ЗАГСа. Осужденные по их желанию могут облачаться в свадебные костюмы. Также обмениваются кольцами. И потом, соответственно, проходит по заявлению осужденные длительное свидание. Почему приезжают к мужчинам чаще, чем к женщинам осужденным? Скажем так, это мы просто уже на собственной практике убедились. Ну, не знаю, наверное, женщины все-таки более верные, чем мужчины. Чаще всего стать на путь исправления осужденным помогают мысли о доме. У многих женщин остались ребятишки. Герейней нашего сюжета, к примеру, дома ждут четверо детей. Вы сказали, шить на пуколке. У вас дети есть? Да, у меня четверо детей. Замечательных детей у меня. Да, обязательно я, когда освобожусь, у меня дети будут, наверное, ходить только в том, что я сошью самолично. И даже свяжу, потому что я умею вязать. И вообще, я очень сильно люблю своих детей. Я хочу пользоваться случаем. Можно передать моим деткам привет? Они будут обязательно смотреть эту программу. Они вообще постоянно на воле смотрели, да? Сейчас они без меня, там у меня малышки. Детки, я вас очень сильно люблю. Крепите, держите, ждите меня, пожалуйста. Берегите себя и бабушку. Вячеслав Борнинский, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ. В прошлом году администрация Читинского района пообещала многодетной Читинке Надежде Дегтяревой новый дом. Старый сгнилый был признан непригодным для жилья. 7 мая 2018 года пенсионерку действительно пригласили на осмотр ее нового пристанища. Однако справлять новоселье бабушка не спешит. В доме нет воды, отопление печное. Да и находится он не в городе. Напротив за степи на бугре стоят 25 домов, выстроены белые. Комнатка небольшая, зал, вернее, это как бы зал. На кухне печка стоит, вся глинистая замазана, не побелено ничего. И в прихожках, ну, маленькое вообще, расстояние маленькое. Но меня это не устраивает. По суду у меня было как бы 50 квадратов, двухкомнатная благоустроена квартира. Воды там вообще нету. Подвоза никакого нету, ни транспорта, ни, короче, до застепи идти в магазин 2 километра. Дрова. Но меня это не устраивает. А дрова-то сейчас сколько? 10 тысяч в меню. А я получаю 15. Ну и что, я отдам на дрова, а сама зубы на полку. 68-летняя пенсионерка переживает, что так и не доживет до нового дома. Реально ли дождаться достойной квартиры? С этим вопросом мы вновь обратились к начальнику управления ЖКХ администрации Читинского района. Ранее он уже обещал нашему каналу помочь пенсионерке. Люди обращаются, люди интересуются, как проходят все эти мероприятия. Кого-то жилье устраивает, кого-то не устраивает. Сегодня специалисты администрации района свозили, показали, это жилье, жилье человека не устроило. Значит, мы будем смотреть и подбирать другое жилье, чтобы нашли общие точки соприкосновения. Но первый шаг сделан. Там у нас несколько квартир, очередь, огромнейшие людей туда возим, показываем. Кто-то уже заключает договора, подписывает документы, кто-то смотрит, присматривается. Поэтому я буду только рад, что мы найдем когда общий язык. По решению суда пенсионерке положена квартира со всеми условиями и определенной квадратурой. Предложенное ей жилье этим критериям не соответствует. Мы, во-первых, исходим из тех возможностей, которые есть у администрации района. Если же человека не устраивает квадратура и даже решение суда, которое у нас сегодня есть, мы будем подбирать другое жилье. Единственное, меня беспокоит, что бабушка уже в возрасте и живет в таких тяжелейших условиях. Конечно, это непорядок. На вопрос, когда пенсионерка получит новое жилье, Котов ответил, что не может дать гарантий. А еще посоветовал бабушке надеяться. К слову, добрые советы даются нашим чиновникам гораздо лучше, чем реальная помощь людям. Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ. Как снять красноту глаз после процедуры наращивания? Нарастила ресницы, глаз режет и плохо вижу. Что делать? Такими призывами о помощи усыпан интернет. При запросе о последствиях бьются процедур. К сожалению, в погоне за красотой девушки сознательно идут на риск. А в попытках сэкономить вовсе обращаются к мастерам без опыта и лицензии. Летом прошлого года Четинка за пять дней до свадьбы обратилась в салон красоты, где мастер при проведении процедуры попала ей клеем в глаза. Пришлось лечиться, забыв о радостных хлопотах. За справедливостью она обратилась в суд, где запросила компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Решением Центрального районного суда девушке было отказано в удовлетворении ее требований, поскольку суд принял доводы ответчика о том, что девушке давались указания не открывать глаза во время процедуры. Нами также обеспечено участие и выражено мнение все-таки о неправильности позиции суда первой инстанции. Крайовой суд с нами согласился и указал, что в любом случае в соответствии с законодательством мастер, который оказывал косметическую услугу, должен был прекратить ее осуществление, когда клиент стал открывать глаза, а не продолжать. По итогу суд обязал мастера возместить клиентке стоимость лечения и выплатить 9 тысяч рублей. Небольшая оплата за почти сорвавшуюся свадьбу. И таких жертв красоты огромное количество. К нам в редакцию со своей историей обратилась девушка, которой сожгли лицо после проведения пилинга. Отражение в зеркале больше напоминало маску из фильма ужасов, говорит потерпевшая. В течение нескольких месяцев ситуация не менялась. Тогда девушка обратилась в больницу, где ей больше года пытались вернуть лицо. Опять же, инъекции каких-то препаратов противовоспалительных, противомикробных, витаминных, в кожу, в болючее, неприятное. Это были какие-то лазерные процедуры и так далее и тому подобное. И спустя, наверное, практически два года я более или менее так выдохнула. Хотя бы потому, что у меня не появлялось, перестали появляться какие-то новые вот эти вот высыпания. Остались следы на лице, естественно. То есть кожа уже не такая, какая она была до этой процедуры. И осталась большая психотравма. Стоит ли красота того, чтобы рисковать здоровьем? В отношении бьюти-процедур этот вопрос будет всегда актуален. Важно помнить, что в погоне за идеальной внешностью можно потерять и ту естественную красоту, которую дала природа. Мария Тачкина, Александра Зузуля, Владимир Николаев, ЗАПТ-ТВ.